Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей по смешаликам в мире финансов. Играем за кроша. Так, и что нам сегодня нужно сделать? В принципе, наше задание. Проверить знания в университете. По идее, время у нас еще есть, да, можно пойти прямо сейчас и проверить. Так, можно замедлиться и пойти в университет. Просто ничего уже не помню. Так, это, во-первых, не университет, а пройти третий экзамен. Давайте это сделаем. Итак, кого называют потребителем? Выберите верный ответ. От того, кто пропустил три рабочие смены. Он тогда прогульщик, а не потребитель. А от того, кто купил что-нибудь в магазине. Ну, в принципе, он покупатель, тогда не потребитель, да? От того, кто вложил свои деньги в чужой бизнес. Это тогда инвестор. Ну, или еще слово какое-то. От того, кто постоянно что-то требует. Ну, не знаю. Потребитель, наверное, все-таки, который в магазине купил. Но... Как бы так, скорее всего, да? Правильно. Хотя можно же купить не в магазине, можно там, не знаю, еще что-нибудь как-то потреблять. Выберите товар, за который нельзя вернуть деньги. Итак, бракованный телевизор. Конечно же, можно вернуть для него деньги. Он бракованный. А просроченные конфеты? Конечно. То есть, должны быть они свежие, если продаются, либо не продаваться. А носки, которые вышли из моды? Ну, вариант, конечно, скорее всего, наш. И зависающий телефон. Если телефон не рабочий, то можно его вернуть. Но, опять же, если вы им попользовались, там, пять лет он начал зависать, то, конечно же, вы его не вернете. Ну, вариант с носками, наверное, такой. Самый центровой. Да. Где точно не стоит покупать товар? Выбирай правильный ответ. В маленькой лавке в крупном торговом центре. Ну, не знаю. Может, какой-то там бутик там или центр там. Обычно там не маленькие бывают. В известном интернет-магазине за границей. Так, но он известный, поэтому так можно покупать. А в большом супермаркете тоже можно покупать. У неизвестного смешарика в подземном переходе. О, а я думал, когда же, какой же вариант выбирать? Думал, может, все-таки первый. Но нет, дошел до последнего и понял, что у неизвестного смешарика, который, к тому же, предлагает, там, бешеную скидку, да? Купи новый iPhone 14, который еще не вышел у меня, только сегодня с скидкой 50% там, за 500 долларов, да? И кусок мыла тебе в коробке продадут, в лучшем случае. Можно ли заказывать в интернете товары? Нет, нам одни мошенники. Не, ну, сейчас многие заказывают, мне кажется, большинство заказывает товары в интернете. Я в том числе. Можно, но только на чужое имя. Анонимность, типа, да, чтобы тебя не проследили. Не наш вариант. Можно, если сайт надежный. И можно, если на сайте скидки 90%. Ну, про скидку я только что говорил. Про подземный переход, да? Чем больше скидка, тем, ну, не всегда, как бы, это оправдано. Поэтому наш вариант. Можно, если сайт надежный. Найти и отметь лишнее слово. Ужастик. Страшилка. Страховка. Пугало кошмар. Страховка. Что не делать? Лучше перестраховаться, да? Так что страховка здесь, оно-то, именно здесь лишнее, но, на самом деле, оно совсем даже не лишнее. Подумай и отметь, где больше пригодится страховка от солнечного удара. А в квартире? Ну, в квартире от солнечного удара. Только разве там вот эту лампу кварцевую используйте постоянно. А в пустыне от солнечного удара, ну, как хороший вариант. На Северном полюсе холодно, в торговом центре обычно прохладно, а в кинотеатре темно, то и солнца там нет. Поэтому наш вариант в пустыне. А вот, собственно, и все. Быстро тест прошел. И, по-моему, очень даже удачно. Интересно. Вот это ум. Ты получаешь золотую медаль и прибавку 10% к зарплате. Теперь ты главный знаток финансов в стране с Мишарикова. И денег дали даже отлично. У тебя отличные урожаи. Начни зарабатывать на моркови больше. А куда больше? Мне поддохнуть. А деньги не главное. А вот куда морков деть проблема? Рассказывай. Делай инвестиции. Денег станет больше, а работы меньше. А из чего их делают инвестиции? Из денег. Инвестиция – это вклад. Купи акции какой-нибудь компании, и тебе от ее доходов будет польза. Польза тоже в деньгах идет. Акция стоит 10 монет. Сколько акций ты сможешь купить, если 60 дней откладывать по 5 монет? А потом 100 дней по 7 монет. А еще продаж 20 морковок по 5 монет за каждую. Так, надо считать. Вы меня сразу на скидку не посчитаешь. Итак, 60 по 5 – это получается у нас 300 монет, да? Потом 7 дней по 100 – это еще тысяча. Эээ, 700. Всего тысяча. А еще 20 морковок по 5 монет. Это 100. Ой. Что-то я не то посчитал. Подождите. Я 1100 насчитал. Так. А. Это сколько акций? То есть 1100 акций стоит 10, поэтому 110. Все правильно. Я потерялся. Акции покупать выгодно. Чем больше заработает компания, тем больше твоя выгода. Это типа лотереи, что ли? А, конечно. Удача здесь нужна. Но главное – выбрать надежную фирму. Отправляйся в банк и внимательно к ним присмотрись. В банке, фирме. Давайте глянем. Инвестировать. А у меня есть деньги? Ну, что-то есть. У тебя не хватает 457 монет. Приходи, когда накопишь нужную сумму. Понятно. Обломчик. Ладно, уже поздно. Можно позаниматься чем-то и потом уже готовиться к работе там и так далее. В принципе, я что? Я уже хочу добить ловкость до максимума. Будешь мне пригодиться, наверное. Ну, это на паузе, конечно, сделаю. Кстати, что на что там урожай? А, еще 16 часов до созревания. Ускорить его нельзя? О, кстати, а может как-то можно с помощью литок его ускорить? Нет, нельзя. Ладно, буду мяч кидать. Почему я кидаю именно мяч? Потому что он добавляет 140 к навыку. А больше других предметов, которые к навыкам добавляют, у меня большим нет. То есть там логика всего лишь по 50 у меня добавляет сейчас. Поэтому, когда у меня будут деньги, чтобы купить какой-то крутой предмет, чтобы я добавлял больше к логике, к чему-то еще, тогда буду прокачивать другие навыки. А пока пользуюсь тем, чтобы приносить максимальную выгоду за вложенное время. То есть 140 к ловкости. Так, выспался, все навыки себе поднял. Смотрите, мне нужно еще два раза работать без перерыва, чтобы получить повышение. А, и видите, и нужно достигнуть 6 уровня в технике и в логике. О, а я сюда не глянул. Да, придется мне теперь технику и логику учить. То есть повышение я пока не получу. Так, ну время, по-моему, на работу идти, да? Вот как раз. Естественно, сверхурочно работаю. Так. Вот теперь дилемма. Либо инвестицию делать, да? Либо вот все-таки что-то купить для того, чтобы повысить свои навыки. Хотя у меня, в принципе, не хватает на инвестицию. Так, сейчас я гляну, что здесь у нас есть именно для механики и логики. Получается, пока мне все-таки выгоднее вложить в обучение, да? А не в инвестиции. То есть накопились мысли о науке, запиши сложные формулы сюда. Улучши логические способности. Мне точно логика нужна? А ну-ка. Логика и техника. Логика и техника. Логика и техника. Покупаю. Логика и техника. Логика и техника. В принципе. Да. Доска физик. Вот. Идем домой. Будем сейчас ее вешать. Так. А. Это семена. Вот. Доску. Куда ее повесить? Так, чтобы она не мешала. Мне вообще холодильник был брать куда-то. Я могу вообще его продать? А. Нельзя продать. У меня же просто есть этот. Забыл, как его переворачивать. Короче, ладно. Неважно. Все. Пускай стоит. Учиться не могу. Потому что устал. Все. Вздремну. Потом займусь обучением. Так. Получается. 100 доска обучения приносит к логике. У меня еще это есть. А. Это к механике. Да. Книга. Ну. 50 мало. То есть. Очень мало. А где еще логику развивал? Я уже не помню. Ладно. Неважно. Пускай занимается пока. А. Кстати. Думал. Оружай созрел. Но нет. Нужно прополоть сорняки. Пошли. Поработаем. Собрать сорняки. Собрать сорняки. Собрать сорняки. Оп. Все. Да. А поливать ничего не нужно там делать больше. Ладно. Дальше. Учиться. Учиться. Еще раз учиться. Так что вот нужно пока молодые учиться. Потом учиться будет мало времени. Смешарики мире финансово нас этому учатся. Чем больше учиться чем потом комфортнее живешь. Думал что здесь не так. Надо было посмотреть. Нужно теперь покормить улиток сорняками. Блин. А я уже. Намылился. Так. И теперь. Положи удобрения на грядку. Все. Вот. Теперь то уже. Точно все. Все. Пошли. А. Уже урожай можно сразу собрать. Тю. Я не понял. Что прям сразу? Я думал ждать нужно будет. Смотрите. Собрали урожай. Сразу семена сажу. Сажаю. Всего 18 часов теперь жду. Ясно. Так. Морковки у меня сколько? О. Целая куча уже. 38 морковок. Можно будет продать. Так. Ну это немного позже. А. Так. Я поспал. Там отдохнул. А. Наверное я сейчас вот что сделаю. Смотрите. А. Я поднял по идее логику себе до 6 уровня. Мне эта доска не нужно будет. Я за полторы тысячи куплю там. Не помню что-то. Что больше поднимает логику на будущее. А пока вот могу для продажи. Видите. То есть я купил за 500 доску. Так как у нее износ наверное совсем маленький был. Я ей день в день попользовался. А. Я продам ее за 495 обратно. Если нужно. Нужна будет куплю опять такую же. То есть не вопрос. То есть продал. У меня уже кажется куча денежек. Как бы с никому еще. Нет. Не успею уже пообщаться. Ладно. Иду сюда. А. Сейчас поработаю. Вот у меня уже. Видите. Логика 6 уровня. Теперь нужна. Техника будет. Да. Так. Поработаем. Сверху рочно конечно же. Чтоб. Завтра конечно не успеешь 6 уровня прокачать. Техники. Отлично. Так. Теперь идем в магазин. И покупаем что-то техническое. Что у нас тут техника? Не. Это не то. Паяльник меня не устраивает. А. Есть крио аппарат смотрите. За 1500 монет. Может его купить? Я получается могу продать морковку. Да. А. Вот. Морковку. Ой. Я не хочу ее сесть. Я хочу ее продать. Слушайте. Сюда. Вот так. И тут тоже продам морковку. Она скоро у меня еще созреет. Зачем она мне? И вот хватает у меня на крио аппарат. Самая дорогая техника которая может быть в игре здесь. Вот первую я себе покупаю. У меня такого дорогого ничего больше нет. Устанавливаем. Ммм. Прям тут вот на место этой доски. Да. Пускай стоит. Оп. Отлично. А. Правда не могу использовать. Видите 150 он добавляет к технике. Нужно отдохнуть сначала немного. А. Ну и в будущем буду покупать только дорогую технику для обучения. То есть зарплата растет. А. Как бы там бонусы растут. А. Покормлю улиток. Теперь я уже помню как это делается. Соответственно. А. А. Быстрее смогу. Копить на такую технику. А. Вот я бы мог сделать конечно инвестицию. Но опять же. А. Инвестиция в обучение она всегда окупается. То о чем я говорю. Чем больше вы учитесь. Тем. Лучше. А. Так. Техника. Вот. У меня вообще по нулям. Да. Вот сейчас за один раз мне сразу уровень капнет. Вот он там что-то ложит туда в крио камеру. Там замораживает яблоко. Оп. Видите. Все получилось. Уровень капнул. Вот такие пироги. И так нужно до шестого уровня. А. Вот так я не ел не спал. В общем. Ничего не делал. Только повышал навык себе. И вот как раз уже мне на работу сейчас бежать. Через десять минут. И у меня вот как раз навык повысится шестой. Видите. То есть он. Ну в принципе. Я конечно чуть-чуть там его кормил. Не сказать что он совсем не кормил. Видите. Теперь все для того чтобы повысить. Чтобы повышение получить. У меня уже есть. Остаюсь сверхурочно. Главная цель. А. Уже сегодня как бы я могу не учиться. Как бы могу навыки свои все восстанавливать. И так заработал. Вот видите. Я больше уже. А. И соответственно. Вот увеличена заработка за полный день. Теперь я хозяин сети автосалотов. Ого. Ничего себе. Круто. Да. Теперь можно возвращаться. Отдохнуть. Там в общем. А. Нет. Сначала какой отдохнуть. Надо урожаем заниматься. Да. Ладно. Ага. Нет сил. Надо все таки отдохнуть. Вот такие пироги. Это вот была такая жертва. Чтобы получить повышение. То есть все навыки в красной зоне. Ничего не хочет. Не может делать. Но оно того стоило. Так. Ну вот я утром отдохнул. Все навыки видите. Вывел в зеленую зону. Все таки как никак хозяин этого автосалона. Так. Так. Узнать автомобиль как следует. И открыть свой салон. Отличное решение. Берегись нанимая персонал. Вспомни себя в прошлом. Для того чтобы повысить дальше себя. Свой статус на работе. Нужно 9 уровень достигнуть ловкости. Осталось один раз там. В кольцо покидать. Техника. Вот. Дальше камеру. Креативить. Ну и силу и логику я уже буду прокачивать. Когда куплю за полторы тысячи какие-то предметы. Вот именно по этот. Получше. Для прокачки навыков. Так. И сейчас я работаю всего смотрите. С 9 до 12. То есть 3 часа да. Это если без сверхурочных. То есть хорошая работа. Сейчас нас на нее позовут. Оп. Все. Давайте отправляемся. Но пока я все не купил. Мне нужно сверхурочно. Работать. И получать. Побольше да. Только я сверхурочно что-то 5 часов отработал. А мне кажется что много. Блин. Ладно. Так. И у меня в принципе хватает денег. Смотрите. Я продаю морковку. Вот я ее много уже заработал да. Вот так вот. В принципе продаю всю ее. Так. Одни семена остались. И смотрите. Я могу пойти в банк. Почему не могу инвестировать? Потому что он устал. Ладно. Сейчас я отдохну немного. Потому что первый рабочий день на новой должности. Силы отнял много. Ага. Все. Готовы. Давайте инвестировать. Итак. Смотрите. Выберите надежную компанию. Агрохолдинг Медведь и Ко. Работников 200. Прибыль 80 миллионов монет в месяц. Хорошая да? Инвестиция. Дальше. Служба невидимых шпионов. Работников от 2 до 26. Прибыль засекречена. Подозрительно так же. Фабрика Витаминка. Работников 30 миллионов. Прибыль 8 миллионов монет в месяц. Аааа. Ну смотрите. Не знаю. То есть. И первый и третий вариант как бы неплохой. Просто первый слишком. Как то уж чересчур подозрительно. Двести работников. Доход 80 миллионов. Вроде как. Третий вариант. Надежнее. Да? Не. Ну хотят. А. Работников 30 миллионов. Прибыль 8 миллионов. То есть. Что за холдин? Один человек заработает. Там. Треть монетки. Да? Нет. Первый вариант меня устраивает. Правильно. А. Поздравляю. Акционер и инвестор. Жди своей прибыли. На нее можно будет открыть свой парк развлечений. А. Оформить. Так. Что теперь? А. Жди прибыль 24 часа. Ну. Знаете. Друзья. Наверное. Прибыль мы будем уже. Ждать в следующем нашем выпуске. А. На сегодня пришло время прощаться с вами. А если вам понравился этот выпуск на нашей летсплее. Не забудьте поставить лайк под этим видео. Ну и оставайтесь с нами. До новых встреч. Всем удачной учебы. Пока-пока. Пока.